Так, друзья, небольшой обзор хостела, который предоставляет Гиртека на время обучения совершенно бесплатно. Вот, хостел называется Метрополь. Вот так он выглядит снаружи, такой буквочкой Г, можно сказать, двухэтажный. Комнаты в основном трех-четырех местные, может, какое-то минимальное количество есть, и двух, и одна, но большинство трех-четырех местные. Во время обучения Гиртека вам оплачивает, то есть вы живете бесплатно. Если вы хотите сюда просто заселиться, допустим, приехали на каденцию, вам нужно день-два погулять, то стоимость 45 злот. Это будет комната трех-четырех местная. Если вы берете больше, чем на трое суток, то стоимость 30 злот. Также, если берете комнату, одна спальную, стоит это 120 злот. Также вот здесь, через дорогу, оставляют машинки, видите, но здесь, я думаю, уже бесплатно. Просто бросают, как говорится, на свой страх и риск. Это у нас еще одна площадка, где водители оставляют свои автомобили, достаточно такая, но не маленькая. Здесь платно. Стоит это все 150 злот, если оставляешь на месяц. То есть сначала вносишь 150 злот. Если вдруг ты ее через месяц не забираешь, а через два там, либо через три, просто остальную сумму выплачиваешь тогда, когда приедешь. Ну, в общем, когда сможешь ее забрать. Так вот мест много, а площадка вроде неплохая. Сказали, что под камерами. Но что-то, если честно, камер я не наблюдаю здесь. Может, где-то и есть, но, по крайней мере, не вижу я пока камер здесь. Или там на здании, которые висят, типа, они имеют в виду под камерами. Вот именно на площадке я не вижу камер, честно вам скажу. Также от школы Изи Ворк. 95-й код. Здесь есть такая небольшая территория. Обучают заезду вот в гараж. Площадочка. Возможно, если ты не сдаешь в гиртеке тест-драйв, то вот именно на этой машине ты будешь обучаться. Уже за свои деньги. А может, не на этой. Чисто так предполагаю. Вот моя пуля стоит. Под забором здесь. Можно было бы загнать туда, где все машины. Ну, я решил вот здесь оставить. Там на здании камеры просто висят. Если что, видно будет немножко, если вдруг что-нибудь случится. Ну, и вот здесь вдоль забора тоже машинки оставляют. Потому что там вот на стене тоже камеры висят. В общем, здесь самые, наверное, козырные такие места, где можно оставить машинку. Есть вот такой автобус от Метрополя. Он возит на обучение, на тест-драйв в определенное время. В общем, тоже бесплатно можно воспользоваться данным автобусом. Либо самому, либо на машине. В общем, как вам удобно. Ну, на самом деле, очень круто. Все предусмотрено. Все бесплатно, друзья. Главное, приедешься работать. Такая вот зона отдыха здесь есть. Небольшая. На территории. Дворик такой. Куда персонал машинки ставит. Беседка. Очень интересная. Можно здесь свадьбу гулять и дни рождения праздновать. На заднем плане мы видим, есть мангалы. Можно пожарить мясо. Три таких вот стола больших. Реально можно поляну накрывать просто и гулять что-нибудь. Такие вот печи. Можно приготовить мясо. Посидеть в таком вот, правда, грязном кресле. Мангал. Который уже, наверное, негоден для приготовления чего-либо. Хана и мужа. Ну, вот здесь вот жарили, видимо, недавно мясо. Прикольно, прикольно. Какое-то такое небольшое болотце есть. Рыбу, я думаю, здесь не ловят. Впереди мы наблюдаем волейбольную такую площадку. Можно в волейбол поиграть. Либо в пионербол. Печь вот здесь еще одна. Тоже можно пожарить что-нибудь, столик посидеть. Ну, в общем, нормально. Я вам скажу, хостел для хостела, я думаю, вполне нормальная такая территория. Можно и отдохнуть, и сам хостел неплохой. Если честно, я бы сейчас поиграл в волейбол. Какие-то ветки лежат. Уже сто лет не играл. Ну вот. Как-то так. Здесь вот бездельники сидят. Также в отеле есть стиральная машинка, сушилка. Можно постираться, посушиться. В общем, без проблем. Обычные такие коридоры. Диванчики, кресла. В общем, что на первом, что на втором этаже практически все одинаково. Коридоры моют каждый день. Комнаты-то не моют. Может, только когда полностью выселение будет потом моют. А так, там нету ежедневной, либо еженедельной уборки. Это, по крайней мере, кто в Сигиртеке. Есть вот такая интересная доска. Здесь, в общем, обычные люди оказывают разные услуги. Допустим, стригут. Один человек стрижет. Вот еще человек стрижет. Сдают машинки в аренду под такси. Кто-то навигатор продает. Кто-то тут сим-карты продает. В общем, прикольный такой уголок. Если у вас есть что-то продать, можно сюда повесить. Продам даже детское автокресло есть. Вот так вот. Занимаются возвратом налогов ПИД-11. Также есть вот трансфер объявления. Гомель поздный. В общем, прикольная такая доска объявлений. Здесь банковские карточки приходят людям, наверное. ПКО-банк. Какие-то разные письма. ЗУС. Страхование. Есть также в хостеле Wi-Fi. Вот так выглядит комната, где я проживаю. Столик покушать. Есть такая мини-кухня. Есть вода. Можно приготовить. Есть плитка электро. Пожарить. Чайник есть. Всякие какие-то там крупы. Не знаю даже чье это. В общем, вытяжка. Кружечка, ложечка, нож. Все есть. Имеется сушилка. Такие вот двухъярусные кровати. Вот в комнате может проживать четыре человека. На данный момент проживает три. Вот это занято. Две кровати. И вот здесь я сплю. Вот здесь я сплю. И должен еще человечек будет заселиться вниз. Он как бы уже заселился, но на несколько дней уехал. Вот такие вот дела. Есть холодильник. Там как бы небольшой шкафчик. Полочки там что-то положить, поставить. В общем, вот так вот. Душ такой вот. Есть теплая вода, без проблем. Туалет. Умывальник. Вот зеркальце. Всем привет. Здесь там трусы, носки. Не обращайте внимания. Швабра есть. Метелка есть. Ведро есть. Помыть, поднести. В общем, за собой убрать. В этом плане. Все нормально. Жить можно, друзья. На данный момент живем в комнате два белоруса. Вот я белорус. Здесь спит белорус. Здесь мужик с Украины. И вот сюда должен тоже с Украины приехать. Я его еще не видел. Вот. Должен приехать. Ну так, мужики нормальные. По общению вроде как бы общаемся. Все хорошо. Никаких вопросов. На улице, на территории есть вот такие здания. Коричневое, серое. Там за серым еще одно здание. Здесь проходит психотест. Также Изи Ворк, школа, проводит обучение на 95-й код. И медосмотр тоже от Гиртеки, по крайней мере, проходится именно в этом хостеле. То есть, приезжает врач, и вы идете к нему на прием. Проходите медосмотр. Потом идете в это здание и сдаете психотест. В общем, все удобно, все круто. Не надо никуда ехать. Все, друзья. Всем пока. До новых встреч. Подписываемся на канал. Ставим пальчик вверх. Также не забываем писать комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok